Прикольная улица, во-первых, здесь очень много играет регги, это часто, во-вторых, запах травки на каждом углу, то есть здесь разрешено, по-моему, 5 доз травы иметь с собой, и поэтому люди, не стесняясь, курят марихуаны, слушают регги не хуже, чем где мы, на Кубе или в аналогичных этом местах. То есть существуют вот такие вот помойки, то есть гетто здесь тоже есть, есть, никуда от него не деться, в любом таком городе. Ну, замок находится в горе, поэтому, опять же, если у вас есть хорошие кроссовки и бутылка воды, например, как у меня, это очень приветствуется. Вообще, когда приезжаешь в Лиссабон, первым делом надо посетить такой спортивный магазин, как Декатлон. Дело в том, что там есть очень бюджетные предложения, например, кроссовки по 11 евро, да, маячки по 3 евро. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы были готовы в одежде для таких посещений. То есть, когда я приехал, например, из Латвии, у меня попросту не было такой одежды, которая пригодна в этих климатических условиях. Вот это очень важный совет, и тогда ваше путешествие за какие-то жалкие копейки превратится в кайф. Ну, ладно, довольно болтать. Мы уже заходим в замок, и вход в замок выглядит, по-моему, даже очень антуражненько. Наверху дворцовый герб, печать, короны, все как положено. Ребята, которые селфи-палки продают по 10 евро, ну и так далее. Вход в замок стоит 8,50. И когда мы поднимаемся на площадь замковую, то, что мы видим, сразу хорошую панораму. Здесь охраняют полицейские. Огромная, просто огромная площадка, где мы можем пофотографироваться. Надо сказать, что количество людей, которые у себя поднимаются, это прежде всего селфи. То есть вы получите здесь шикарный вид селфи. Ну, конечно, вы много чего здесь получите, но начнем с того, что мы будем хорошо селфиться. Итак, пойдем по часовой стрелочке. Видите, уровень вашего обзора начинается со среднегородского квартала крыш, таракотовой крыши, и плавно выходим на речку Тежу. То есть у нас здесь видно все побережье, как на ладони. То есть мы видим часть Алмады, видим статую Христа, мост 25 апреля, и всю ту часть Португалии, включая горы. Так, ну что, поехали. Это традиционные оливковые деревья. Все дело в том, что возраст вот этих оливок, он может достигать двух тысяч лет. Это действительно уникальные растения, которые могут расти в камнях, и невзирая на климат, который тут находится. Все действительно пахнет здесь средневековьем. Действительно очень антуражно. Здесь прямо вот Римом пахнет, скажем так. Только непонятно, где замок. Чем дальше я иду, тем больше у меня складывается впечатление, что все это и есть бывший замок. И люди в основном сюда приходят походить, посмотреть на пейзажи, а не на какую-то дворцовую архитектуру и внутренний интерьер. Какое шикарное место я здесь нашел, гуляю. Здесь целая семья павлинов. Причем павлин, который прям реально вот распушил хвост, и можно пофотографироваться. Причем он тут не один, а их тут целое семейство павлинов. Какой красавчик. Вот здесь целая куча сидит самочек. И вот паренек такой показывает все свои прелести прямо здесь. Павлин, привет. Смотрите, как близко можно подойти к павлину и посмотреть на него во всей красе. Красавчик какой, да? Да, это настоящий средневековый замок. И у него нет внутреннего убранства. Но есть здесь большие бастионные сооружения, по которым можно полазить. Скажем так, защитные стены, дворцовые башни храняемые. И можно по ним просто гулять. Настоящее средневековье. Опять же, большие объемы, большие масштабы. Здесь надо очень много ходить и очень много двигаться. Еще раз говорю, здесь должна быть хорошая обувь и хорошее здоровье. Поднимемся на бастион. Так, здесь, в принципе, все похоже на лажение вот по таким башням. То есть вам придется подняться, залезть вот на эту башню, посмотреть на нее определенный вид из города, поскольку это обзорные башни, и пройти на ту башню. И бегать по лабиринту башен. Полы здесь не очень хорошие. Если тут кто-то придет вдруг на каблуках, я думаю, не позавидуют. Ну и смотрим разные виды на город. Лестницы, кстати, тоже узкие. С маленькими детьми здесь не очень комфортно будет развернуться. Но с подростками, думаю, вполне будет нормально. Ну, укрепление большое, хорошее. Здесь, на самом деле, могли разместиться и пушки, и очень интересные редуты для лежачего обстрела. Как можем видеть здесь вниз, для стоячего. То есть это если прямой бой, например, с этих бастионов можно было скидывать солдат и в лежачем положении стрелять там в всех видах стрелкового оружия. Ну и дальше бесконечные бастионы, которых здесь большое множество. Есть, конечно, карта, которая рассказывает, что это за бастионы, для чего они здесь были. Но что такое Португалия? Пробежав по этому замку два часа, ты уже не хочешь ничего. А если тебе попадается еще один такой замечательный замок, то это все уже становится сложнее и сложнее к восприятию. Поэтому немножко устаешь от такого количества информации, от гигантского количества эмоций. А оно здесь действительно есть. Гуляем по бастиону, и замок действительно средневековый. Здесь просто надо смотреть на камни и на шикарный вид. Все-таки это салфовый замок, для того, чтобы больше салфиться, скажем так. Это самое шикарное, пожалуй, панорамное место. Это видно этот флаг. Там все проспекты, все буклеты, вся реклама. Это плюс-минус видно этот флаг. И поэтому сюда, конечно же, все лезут за салфица. Но посмотреть тут есть на что. Например, вот римский замок. Сохранился удачно для наших дней. И жил, и живет без перемычек. Здесь прикольно. Каждый себе такое огромное местечко. И здесь можно сесть вдвоем с парочкой и посмотреть на вид сверху. Но опять же, смотришь только на вид. Сам замок – это фактические места для того, чтобы ты мог просто... Площадка для того, чтобы увидеть этот город получше. Лучший вид на Лиссабон из этого замка. Но только вид. Спустились мы на нижнюю часть замка. И здесь буквально только прогулки. Ничего особенного здесь нет. Есть небольшая короткая обзорная экскурсия на 20 минут на английском языке. Ну, просто рассказывающая факты, которые вы можете услышать также в интернете. Пушка скромненькая. То есть, для такого посещения могли бы, честно говоря, сделать экспозицию пообширнее и поинтереснее. Колодец для воды. Место для того, чтобы готовить какую-то еду. В принципе, по-большому вот и все. Но что все-таки есть, пожелаю, одно помещение, которое говорит о том, как примерно могли бы выглядеть интерьеры. Интерьеры выглядели примерно точно так же, как все испанские и португальские замки. Они все абсолютно одинаковые. То есть, это была огромная площадь для того, чтобы люди могли от палящего солнца сохраниться. И для того, чтобы здесь могло находиться большое количество людей. Потому что тогда воевали очень много, и людей волновало только, чтобы была хорошая обеспеченная армия и религия. Религия и армия. Две вещи, которые были важны на тот момент. Поэтому особой такой роскоши тогда и нет. Это моя интерпретация. Человеческие хвости. Кому-то, видимо, это тоже интересно. Но, с другой стороны, здесь есть интересные сводчатые потолки. Смотрите, как наши предки далекие решали проблему перекрытия. Вот. Делали просто свод из кирпича. Выставляла вся палубка из дерева сначала. Причем идеально ровно, как можно видеть, да? И выкладывалось все это из кирпича. И после этого все штукатурилось. Соответственно, были вот такие воздушные вентиляционные камеры. Ну, вот как-то так они и жили. Здесь предметы вы-то можно видеть. Но, в принципе, мы выходим из замка. И вокруг замка вот такие необычайные кафешки, где можно посидеть, попить кофе, вина, покушать такосы, такие закусочки. Ну, и покайфовать. По-моему, не так уж и плохо. Даже здесь солидное заведение. То есть, дорогой ресторан, например. Вот. Чем она интересна? Она интересна как место для прогулок. На самом деле, если вы любите хорошее вино, то почему бы нельзя бутылочку мошкетал и не посидением и со второй половинкой с таким шикарным видом. Это безумно романтично на самом деле. Я не заметил, чтобы здесь кто-то ходил с детьми. То есть, эта прогулка больше для молодых там романтиков, скажем так. Для молодого поколения, которые хотят поселфиться и так далее. В основном, это экскурсия для них, мне так показалось. Но экскурсия позитивная. Здесь нет никакого негатива. Здесь действительно ничего плохого нет. Даже, я бы сказал, есть эмоциональные составляющие. Например, я здесь также обнаружил чуть ли не одну достойную, единственную пушку. В сравнении, конечно, с той же Францией, это другой подход. Здесь почему-то нет такого количества оружия. Ну, вообще полноценного ничего нет. Ну, кстати, хороший вариант, то, что я говорил, бутылочка мушкотелла. Можно взять и просто посидеть, понаслаждаться. Прикольная идея. А, здесь есть специальный трамвайчик такой, винный. То есть, в этом винном трамвайчике можно приобрести любое вино. Тут же на месте даже ничего брать не нужно. Хороший вариант. То есть, вы купаете зачетные вины, можно даже с корзиночкой и с бокальчиком вина посидеть здесь. А, пушек немного больше. Опять я наврал. Ну, идея хорошая. То есть, здесь можно встретить большое количество и блогеров, и любителей вас офиса. И, конечно же, если вы приехали в Португалию, где вам хватать какие-нибудь ценные кадры, если вы не будете делать это здесь. Безусловно, это одно из лучших мест. Что-то похожее, знаете, на сад. Тут в Монако есть примерно такой же бастион, где магаски строили свой замок. Ну, и тут примерно то же самое. Поскольку Литсабон на семи холмах, то, конечно же, на самом высоком холме должен был замок, который принадлежал какому-нибудь королю и который бы мог видеть все свои владения. Вид здесь действительно, надо сказать, на миллион. Ну что, подводим итоги. На посещение замка у меня ушло примерно полтора часа. Все это время я ходил, ходил по всяким камням. Не рекомендую сюда не спортивные обуви, не рекомендую сюда слишком с маленькими детьми, с людьми с ограниченными возможностями. И если вы вчера, где мы приняли хорошо, бутылочку портрейн, туда тоже ходить не нужно. Ребята, которые хотят получить фотографии на миллион, ребята, которые приехали парочкой и хотят удивить свою вторую половинку, этот замок очень даже, скажем так, рекомендован. Сколько стоило посещение этого замка? Посещение этого замка обошлось в 8 евро. Замок однозначно рекомендован. Но я пошел дальше гулять по Лиссабону и показывать нюансы и тонкости других достопримечательностей. Продолжение следует... Продолжение следует...